В имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сёстры, сегодня мы чествуем очень необычного святого, пророка Божия Ильи. И он необычен тем, что его жизнь началась в Ветхом Завете за восемь веков до Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Но она продолжается до сих пор в теле и будет продолжаться до кончины этого мира. Почему? Потому что Господь взял его живым, как бы на небо. Почему как бы? А потому что он на самом деле не в раю, не на небе, то есть в Царстве Божьем. А он находится в этом мире, но невидим для нас, несмотря на то, что он пребывает в своем теле. И его жизнеописание начинается с Третьей книги Царств, 17 главы. И начинается очень необычно. Начинается с того, что он без как бы прошлого. То есть обычно мы узнаем какую-то биографию человека, о его рождении, то есть о его происхождении. Но пророк Илья появляется как-то неожиданно и сразу, предстоя перед царем Ахавом израильским. И он говорит о том, что он Илья, жив Господь, говорит он дальше, а я предстаю перед этим живым Богом. И далее он обличает царя Ахава за то нечестие, которое он совершал. Какое же было нечестие царя Ахава? Вернее сказать, в чем оно было? В том, что он стал уклоняться, несмотря на то, что был царем израильским, стал уклоняться в язычество. А в общем-то это все началось гораздо раньше, когда цари израильские стали содержать гаремы. И в этих гаремах были женщины и наплеменницы со своими языческими верованиями. И вот царь Соломон еще разрешал для своих жен строить капища. То есть такая древняя форма толерантности религиозной. Но Израиль это не просто народ был в Ветхом Завете. Это была Ветхозаветная Церковь, которая была воплощена в народе. Единственный народ в том древнем мире, который исповедовал истинного Бога, был Израиль. Но благодаря царям, многим израильским, израильтяне отпадали от истинного Бога и поклонялись всевозможным языческим божествам. Чем же отличалось поклонение истинному Богу от поклонения языческим божествам? Языческие божества требовали от человека развратного поклонения. То есть мы знаем о том, что процветала так называемая храмовая проституция. И все это сопровождалось страшными оргиями, беззакониями. И народ от такого поклонения становился все более и более нечестивым. Он терял нравственные и духовные основания. По сути, человек зверел. Почему в апокалипсисе называется антихрист зверем? Даже то, что люди сейчас говорят о том, что они произошли от обезьяны, то есть от зверя, это не украшает их человеческое достоинство. Так вот, антихрист – это зверь. Не в буквальном смысле, а человек демонизированный, озверел. И поэтому именно он называется зверем. Зверем сказано из бездны. И вот человек, поклоняясь всевозможным языческим культам, начинает звереть. Если он поклоняется, скажем, волку, то он считает, что волк – это его исток, его происхождение. И он сам начинает волчать. И так абсолютно всем животным, которым поклоняются люди, они приобретают эти звериные свойства и повадки. В этом опасность – одна из опасностей язычества. Он предстал и сказал, за нечестие, которое ты совершаешь и толкаешь народ, разрушаешь места истинного почитания Бога, не будет в царстве израильском дождя в течение трех с половиной лет, до тех пор, пока я не скажу слова. Когда мы слушаем этот первый стих о пророке Ильи, то у нас возникает чувство, что этот человек, который в отношении письменности не имеет как бы происхождения, в этом человеке скорее мы чувствуем голос Божий, чем самого человека. Помните, как однажды Иоанн Креститель, который пришел в духе и силе Ильи, он сказал, я голос вопиющего в пустыне, когда его спрашивали, кто ты? Пророки – это те люди, которые как бы переставали быть, они как бы отдавали свою личную жизнь для того, чтобы через них звучал голос Божий, Божья правда, Божья истина. Но это не говорит о том, что они теряли совсем свою человеческую природу. Мы сейчас увидим, что Ему было свойственно все человеческое, но в большинстве случаев Божья в Нем побеждала. Он ушел. И Господь сказал ему, чтобы он шел к потоку хорав. И возле этого источника Господь на протяжении определенного времени кормил его, то есть пророка Илью, посылая ворона утром и вечером. И ворон приносил ему хлеб и мясо. Почему именно ворон приносил пророку Ильи мясо? Для того, чтобы смягчить сердце Ильи. Потому что Илья, как говорит Писание, был во всем подобен нам, подобострастен. И, конечно, в нем говорила человеческая ревность по Боге. Он ревновал по Боге. Как может жених ревновать свою невесту, так и его душа ревновала по Боге. Он видел, как люди уклоняются и идут по путям этих языческих божеств и распутствуют, и развращаются. И вот Илья, видя ворона, плотоядную птицу, достаточно прожорливую, но, тем не менее, эта птица, она кормила пророка Илью. И Господь хотел, как бы сказать, смотри, птица имеет сердце сострадательное, хотя по своему естеству она достаточно прожорливая, но тебя она кормит. Затем, когда и источник, возле которого Илья питался, он высох. И тогда Господь посылает его в Финикийскую землю, в Сарепту Сидонскую. И когда он входил в город, увидел женщину, которая собирала хворост. И там он сказал этой женщине, накорми меня. Женщина говорит, у меня осталось, она была вдова, имела сына, у меня осталась горсть муки и столько же масла. Сейчас я соберу хворост, испеку последние лепешки, я сыном съем эти лепешки, и мы умрем, потому что голод в нашем городе. И здесь Илья говорит совершенно удивительную вещь. Он говорит, нет, не себя накорми, а меня накорми. И у нас возникает вопрос, а что он за человек? У него есть сердце вообще у этого человека или нет? У него очень большое сердце. Но он дальше ей говорит, когда ты меня накормишь, то мука и масло никогда не будут у тебя заканчиваться, пока будет голод. Когда мы слышим эти слова, мы понимаем, что Илья – это человек, который знал, что он делал. Не было абсолютно ни минуты сомнения у этого человека. Он действовал, будучи движим благодатью Духа Святого. И действительно, она поверила ему, потому что пророку Ильи сложно было не поверить. Этот человек производил сильное впечатление на людей. Он сам был аскет, одет он был в лосиницу, сверху был плащ, он весь был аскет. Она приготовила и увидела, что мука и масло не оскудевают у нее. Она кормила Илью и свою семью. И вот однажды умирает ее сын. И она, обращаясь к Ильи, говорит, неужели для этого ты пришел, чтобы мой сын умер. Она по-матерински стала причитать Илья. Возможно, в этот момент что-то произошло, и он обратился к Богу как бы с неким требованием, чтобы Господь вернул этого юношу в жизни. Он взял с ее рук этого отрока, отнес к себе в комнату и трижды, как говорит нам Писание, простерся над ним, как бы согревая своим телом, но, конечно же, не телом. Он произнес свою сильную молитву о том, чтобы Господь вернул его в жизни. и душа этого отрока вернулась в тело и вывел уже со своей комнаты Илья живого сына. Конечно, когда мы читаем сам текст этой книги царств, нас это сильно впечатляет. Впечатляет прежде всего дерзновение, которое было у пророка Ильи. Он настолько, как часто он говорил, жив Бог и я стою перед Ним. Это действительно было стояние перед живым Богом, потому что для всех остальных язычников истинный Бог был мертв. Как для Ницше, который сказал Бог мертв, так и для многих Бог был мертв. И когда закончилось время трех с половиной лет, Господь призывает Илью идти к царю Ахаву. Он предстает перед дочами Ахава и говорит собери народ израильский на горе Кормил и собери всех жрецов языческих на этой горе. Пусть они выберут себе тельца и сделают жертвенник, на который возложат этого тельца и я возьму себе тоже тельца и возложу на свой жертвенник. И пусть в присутствии народа на горе Кормил в начале эти жрецы, а их собралось по некоторым сведениям или 450 или 850. То есть достаточно много для такого маленького царства, как израильское. потому что еще было иудейское царство, потому что к тому времени еврейский народ был разделен на два царства, как сейчас у нас славянский народ на три государства. И вот когда все собрались, эти жрецы стали устраивать свои родения, они молились, прыгали, избивали себя, кололи ножами, и кровь стекала на землю от этих израненных тел, потому что они настолько входили в транс от своего языческого моления, они теряли как бы самообладание, и так продолжалось с утра до вечера. А Илья как бы подзадоривал их и говорил им, может быть ваш Ваал уснул, вы громче кричите, чтобы он проснулся, или может быть где-то он в дороге, и ему нет дела до вас, или может быть он пошел по каким-то другим делам, то есть мы здесь видим, что пророк Илья, несмотря на свою ревность, он был человек с юмором. Они еще больше себя истязали, но в ответ было молчание. И тогда он остановил их и сказал, сейчас я буду возносить молитву к истинному Богу, отойдите, он говорит от меня. Они отошли в сторону, а народу сказал, подойдите ближе. Он приготовил жертвенник, выкопал как бы яму, положил туда 12 камней по числу колен израилевых, 12 колен, возложил на эти камни тельца и сказал, налейте воду на этот жертвенник. Они налили. Он сказал, еще раз налейте, налили. И третий раз, когда эта яма, в которой был каменный жертвенник, она заполнилась полностью водой. Он сказал, чтобы это сделали трижды во славу Пресвятой Троице. И вот когда он вознес молитву и сказал, Господи, услышь меня в огне. И тотчас, да, он еще сказал такие очень важные слова. Эти люди не знают Тебя, пусть они узнают Тебя. То есть мы видим, что единственный человек, который знал Бога в этой огромной толпе был пророк Илья. Представьте себе, кто такие язычники, которые пришли в транс, это люди, которые переполняют чувства особенные на уровне аффекта. Они готовы были сожрать его, потому что он сделал им вызов. Он совершает некое состязание, вступает в единоборство с этими божествами, а по сути демонами. И вот допознают тебя, Господи, истинного Бога. И как только он произнес эти слова, тотчас огонь божественный зажег этот жертвенник, и вся вода сгорела в этом огне. То есть пророк Илья умышленно обливал водой этот жертвенник, для того, чтобы уплотнить как бы вот эту непроницаемость материальную и показать, что для Бога нет ничего непроницаемого. Бог может сжечь то, что не сжигается. И когда увидели, все поклонились истинному Богу, все полениц перед этим чудом схождения этого огня, потому что это было знаком того, что Бог принял молитву пророка Ильи. И вот здесь происходит совершенно необычная вещь, которую мы увидим со следующего стиха. Пророк Илья говорит народу, как власть имеющий. Мы даже не видим как бы царя, хотя он присутствует здесь, но он как бы на вторых планах. Он действительно царь, духовный царь. Апостол Павел говорит, каждый верующий человек это человек, который царь и священник, царственное священство. Мы народ Божий избранный. Но именно в таком верующем человеке мы видим настоящее царственное происхождение. Он как власть имеющий говорит народу, возьмите этих жрецов и когда они взяли, отведите к потоку Кессонскому. И когда отвели, он совершает то, что сейчас может многих очень сильно поразить. он берет нож и убивает всех этих языческих жрецов. И сейчас, кто в этот момент внутри себя возмутился, он должен понять одну вещь. Я попытаюсь ей объяснить. Почему мы возмущаемся? А потому, братья и сестры, что мы христиане. И поэтому поступок пророка Ильи для нас возмутителен. Мы не можем принять то, что сделал пророк Илья. Убивает ножом, как баранов, этих языческих жрецов. Почему мы возмущаемся? Потому, что нам Господь Иисус Христос дал это новое сознание. Нас коробит, когда человек убивает человека. А сейчас представьте себе, что вы живете в мире, где нет Христа, где нет даже упоминания о Христе, где нет слов о любви к ближнему и нет слов о том, чтобы любить врага. Что это за мир без Христа? Это мир жестокости, справедливости и мести. Пророк Илья поступает так, потому, что Христос еще не пришел. Еще не было той жертвенной любви, которую показал Христос. была черствость, был язык того времени, а язык того времени требовал, чтобы таких людей уничтожать. Вы помните, как в Израиле обходились по закону с теми, кто занимался чародействами, колдовством, их побивали камнями? Вы думаете, хоть кто-нибудь возмутился от этого тогда? Нет, потому, что общая человеческая практика того времени, она относилась так ко всем тем, кто смущал народ другой верой. Сейчас это абсолютно невозможно, потому, что мы имеем сознание Христа, потому, что, как апостол Павел говорит, мы должны иметь ум, и чувствование, как у Христа. И когда Спасителя распинали на кресте, Он говорил, прости мочи, потому, что не знают, что делают. В языческом мире человеческая кровь проливалась, как вода. Все было очень просто. В то время воспринимался Бог только через силу. И поэтому говорили, с ними Бог, потому, что они сильные, потому, что они могут побеждать другой народ. И когда еврейский народ шел по пустыне, и когда он поражал языческие племена, будучи в меньшинстве, то все говорили, с ними Бог, потому, что все понимается только на уровне силы. И сейчас многие народы понимают только язык силы. Они не могут абсолютно понять язык любви. Всепрощение. Для них прощение это проявление слабости. И Господь попускает, позволяет пророку Ильи говорить на этом языке. Но это было много жертв. Полностью переполнил был этот поток кисов кровью. Сотни трупов лежало. Это страшно даже нам представить, что такое возможно. Но этот факт не скрывается в Священном Писании. Говорится правда. как оно было. И многие, которые открывают Писание, они читают глазами Нового Завета. И то, что происходит в Ветхом Завете, их возмущает. Вы удивляйтесь не тому, что проливалась тогда кровь, а мы должны удивляться тому, что мы сейчас можем думать по-другому. потому потому, что то было естественно, а вернее сказать противоестественно, но обычно для общества человеческого того времени, даже сейчас, когда человек теряет Христа, для него убить очень просто. И поэтому совершается всевозможное убийство. конечно, есть понятие ритуального убийства. Вряд ли это можно назвать ритуальным убийством, но в каком-то смысле да. Потому что закон Ветхого Завета позволял убивать таких людей. Вопрос еще почему. Почему убивался человек того времени? Убивались те, кто подымал руку на родителей, кто совершал прелюбодеяние, кто впадал в магию. Почему? Потому что эти люди, то есть язычники, которые приносили жертву Ваалу, кто такой Ваал? Ваал это божество, которое требовало человеческих жертв. То есть убивали во славу Ваала людей. И поэтому это были сатанисты, то есть это люди, которые абсолютно были неисправимы, абсолютно были неисправимы. То есть ничто и никто их не мог исправить. То, о чем говорил Господь, когда говорил о том, что наступит потоп, эти люди суть плоть, звери. это вовсе не значит, что мы можем решать, кто зверь в нашей жизни. Совершенно исключено, потому что Бог дал своей жертвой на кресте, дал другой путь. И поэтому мы, христиане, идем другим путем. И поэтому была нужда великая в пришествии в мир Христа. Без Христа мы бы уже давно друг друга все уничтожили. И то, что сейчас называют гуманизмом, он построен как бы на неких принципах христианских, но только отрицающих Бога. Гуманизм не может возникнуть в языческом, религиозном, культурном пространстве и в исламском. Он может возникнуть только в христианстве. Гуманизм это атеизм, который, как помните, коммунизм строился на неких принципах библейских в отрицании Бога. То есть получается, что они хотели построить некое человеческое общество, благополучное, правильное человеческое общество, отрицая Бога. То есть того, кто дал эти принципы, и, конечно, это общество не смогло долго удерживать свои позиции. Оно распалось, как и все человеческое распадается. Это вовсе не говорит о том, что христиане, то есть мы с вами идеальные христиане, идеальные люди, но церковь, она стоит и будет стоять до скончания века. Почему? А потому что мы знаем главный принцип. мы свою жизнь строим на Боге. Бог в нашей жизни является главным. Все остальное на втором месте. При этом мы продолжаем грешить, при этом мы продолжаем быть плохими людьми. Все зависит от нас. Насколько мы ревностно пытаемся исполнить эти христовые заповеди. И вот он убивает. Это была первая кровь для пророка Ильи. Она, конечно, его убила. Он впадает, если выражаясь современным языком, в депрессию. Ему очень тяжело. Он уходит в пустыню, оставляет своего ученика. Хотя там есть один такой момент, как бы нам может показаться, что депрессии не было поначалу. Да, когда он убил, он говорит царю Ахаву, причем царь Ахав абсолютно бездействовал, он ничего не мог предпринять. Все слушались пророка Илью, все огромное количество людей, которые собралось тогда. И он говорит ему, езжай домой, ешь, пей. Потому что Ахав был обессилен, конечно, это в течение дня все продолжалось. И сам пророк Илья говорит, сейчас будет дождь. Он молится, и идет дождь. И когда на своей колеснице начинает мчать, а это 15 километров где-то от Кормила до Израиля, не Израиль, а Израиль город, где-то 15 километров на колеснице он едет, царь Ахав. А Илья он бежит перед колесницей. Это совершенно удивительно. То есть он был очень сильным человеком физически. Он бежал быстрее, чем колесница царя Ахава. Но после того, когда узнала и Изавель, а Изавель она была основной вдохновительницей на идолопоклонство царя Ахава, потому что она была языческого происхождения. Она возненавидела пророка Илью еще больше и хотела его убить. И вот пророк Илья уходит в пустыню иудейскую. Там он в бессилии падает под можжевеловым кустом, он спит. Его будет ангел и говорит Илья ешь. Он дает ему воду и свежую лепешку. Он опять засыпает. Через какое-то время, неизвестно сколько проспал Илья, он опять его будет и опять предлагает ему еду, говорит поешь, потому что тебе нужно идти на Синай. Он идет туда 40 дней, это дальний путь. Конечно, это, что называется, не по прямой. Он идет своим путем. И вот мы видим, что Илья совершает паломничество. Паломничество на ту гору, на которой Моисей получил скрижа Лизавета закон. А Илья был самым ревнительным исполнителем закона. Он совершает этот путь. Еще в древности говорили мудрые, что только туда ты пришел по-настоящему, куда ты пришел своими ногами. Вот это паломничество на самом деле очень было важное путешествие, потому что он шел к Богу туда, на гору Синай, для того, чтобы получить новое откровение. И Господь ему хотел дать это новое откровение, чтобы он увидел жизнь свою, жизнь людей и Бога в другом свете. И когда он утомленный приходит в эту пещеру на горе Синай, Господь как бы его спрашивает, Илья, что тебе надо? Вот такой вопрос можно услышать от Бога иногда. Кажется, мы тут столько молились, мы тут столько просили, Господи, неужели тебе непонятно, что мне надо, зачем ты это спрашиваешь? Что тебе надо? У Бога свой может быть юмор, у Бога своя мудрость. И он говорит, Господи, ну как же я или я? Весь народ тебя предал, нет истинных почитателей тебя, жертвенники твои разрушили по Израилю, пророков твоих убили, потому что до этого Иезавель, она преследовала истинных пророков. Я пришел предстоять перед тобой, Господи. Более того, он даже сказал в начале, когда он был там под можжевелым кустом, он сказал, Господи, неужели я лучше отцов моих? Забери мою жизнь. Для него это было настоящим потрясением убийства этих людей. Так, убивал он по своей воле, или он убивал по воле Божьей? Где ответ? Все очень сложно, потому что Бог разрешал говорить с миром того времени на их языке, но Богу это было нежеланно, Бог это попускал, это позволял, но он не хотел, чтобы человек друг друга убивал. И вот Господь говорит очень важную вещь. В начале Илья видит, как пришла сильная буря, она буквально крушила все вокруг себя, и Господь говорит, не в буре я. Затем началось землетрясение, камни стали распадаться, и Господь говорит, нет, не в землетрясении я. Затем огонь пришел, и Господь говорит, не в огне я. И тут наступило веяние, как славянский текст, то есть греческий текст, он говорит, веяние хлада тонко. То есть смысл этих слов в том, что наступило, знаете, когда вот жара, когда все это буквально разрушает человека, его тело добирается до его психики, наступает такая прохлада, утешающая прохлада. И вот в этом тихом, прохладном веянии звучит голос Божий в этом я. Что должен был вспомнить пророк Илья, когда прозвучали эти слова? А он должен был вспомнить рай. Потому что когда Адам согрешил, Господь говорит, пришел в рай, не потому, что его в раю не было в какое-то время, но он как бы дал себя ощутить. И сказано, в вечерней прохладе. Или я должен был вспомнить рай. Вот в чем Бог приходит в жизни человека. Но вы скажете, есть и другие примеры, да, есть. Помните, как Господь появился в шторме, Христос, когда ученики Его тонули. Помните, как в потопе Бог пришел. Помните, когда землетрясение было. Господь воскрес в этот момент. То есть мы видим, что и в том, и в том, и в том. Да, Бог приходит вынужденно во всех этих обстоятельствах, но для того, чтобы только помочь человеку, для того, чтобы его спасти, но он хочет приходить всегда в веяние хлада тонко. То есть вот этого прохлады, этой удивительной, живительной прохлады. Бог может говорить на разных языках, на языке жестокости, правосудия. Он говорил на таком языке с фараоном. Мы сейчас настолько сделали из Бога какого-то такого, знаете, такое божество. Знаете, как я однажды слышал, один американский проповедник рассказывал о преображении. И вот преображение Господне. Господь на горе Фавор. И там появился пророк Моисей и пророк Илья. И этот протестантский проповедник говорит, Господь обратился к Моисею. Моисей как дела? Посмотрел на Илью и сказал, неплохо выглядишь. Мы должны понимать, Бог это Бог. Бог это огонь. Бог может говорить с человеком с любовью, потому что как солнце, оно может сжечь, а может просто согреть и осветить. И вот когда Господь показал себя, как бы Он хотел приходить в нашу жизнь, Он возвращается в Израиль. И там Он еще вразумляет Ахава и Изавель, потому что они поступили очень жестоко с одним человеком, Навуфеем. Они отобрали у него виноградник. Илья это защитник обиженных. Он всегда за правду, за истину Божию. И вот еще один важный момент, когда Он был на Синае, Он говорит, Господи, от себя все отошли, Я один. Он говорит, нет, еще есть семь тысяч мужей, пророки ли Я о них не знал. Он как бы утешил его и сказал, что есть люди смиренные, они может быть не такие, как ты, но они истинные богочкицы. Иногда нам кажется, что все уже закончилось, Бога нет. Бог есть братья и сестры. В людях много добрых людей, много прекрасных, которые растворяют свое делание смирением. Они не показывают свою добродетельность, они ее скрывают, и нам кажется, что добра в этом мире нет. У него появляется ученик Елисей, великий пророк Елисей. И Елисею открыто, что Илия будет восхищен на небо. И тогда Елисей просит его, что хотел бы получить от него силу вдвойне духовную. И тогда пророк Илия ему говорит, это будет возможно только в одном случае, если ты увидишь, как Бог меня возьмет на небо. И Елисей неотступно пребывал с Ильей. И вот однажды он это увидел, как огненная колесница взяла его учителя и он называл его отцом. Он говорит, отец, отец, когда огненная колесница схватила буквально в небо пророка Илию, отец, отец, колесница кони Израиля и колесница его. Что это за слова странные? Кони Израиля и колесница его. Это значит, что именно ради этого Господь посылает пророков для того, чтобы всякого верующего человека взять на небо. Это колесница Израиля, кони его. И действительно упала милость Илии, то есть плащ пророка Илии. И Елисей взял этот плащ, а те 50 пророков, которые еще были и видели вдалеке, как это происходило, они думали, что он умер. И они просили Елисея, чтобы он дал им разрешение на поиски тела пророка Ильи. Но он говорит нет, потому что он был уверен, что Господь его взял живым на небо. Но они упрашивали его долго, и тогда он разрешает им. Они все обыскали в округе, но не увидели тела. И сейчас мы до сего дня верим в это. И Апокалипсис, последняя книга человеческой истории, в 11 главе говорит нам о том, что будет перед концом света два пророка Илья и Енох. Енох будет проповедовать язычникам, а Илья будет проповедовать евреям, которые еще не приняли Христа. И вот им будет дана такая сила, что всякий, кто захочет причинить им вред, они будут наказаны огнем, или будет земля разверзаться и земля будет поглощать. И, конечно, все будут поражены этим чудом, потому что они как боги, спустившиеся с неба. Но в какой-то момент придет Антихрист, сказано, зверь с бездны, и Господь попустит, Антихрист убьет пророка Илью и Еноха праведного. И вот три дня будут лежать их трупы в Иерусалиме. И там сказано то, что совершенно непонятно было бы для того времени, когда писался этот текст. Сказано, весь мир будет видеть, как их трупы лежат посреди Иерусалима. И будут посылать друг другу подарки о том, что наконец закончилась диктатура Ильи и Еноха. Но это не диктатура в том смысле, как диктатура, которая уничтожает людей. Он вразумлял, давал последнюю возможность покаяться, рассказывал о том, кто истинный Бог. Они будут посылать друг другу подарки. Все будут это видеть. И вот на третий день я сейчас скажу то, что сейчас только можно сказать. Тогда это невозможно было бы сказать. Почему весь мир будет видеть это? А потому что только сейчас есть интернет и так далее. И все будут наблюдать за этим, потому что это будет событие, самое главное событие того времени. И когда будет вот эта вселенская трансляция, все увидят дальше сказано, как их дух войдет в тело и они станут подниматься на небо и услышат голос «Взойдите ко мне!» Но тем не менее люди не перестанут еще какое-то время пребывать в беззаконии. И поэтому, братья и сестры, когда мы говорим о пророке Ильи, то мы говорим о человеке, которому храмы посвящены. Даже в нашем городе, в поселке Мичурино, есть храм пророку Ильи. Но это единственный человек, который жив, а храм ему есть. Он жив, а иконы ему есть и фрески. Он везде живой среди нас, братья и сестры. Мы его не видим, но он присутствует, потому что Бог дал ему такую возможность быть одним из нас. он имеет тело, но нужды в питании ему нет. Он не ест, как мы, пищу, хотя находится в теле своем. Господь как бы сказал, посмотрите, все в моей руке, и ваши немощи, и ваши болезни, следуйте за мной, потому что он сказал, я путь истина и жизнь. Пусть святой пророк Божий Илья, братья и сестры, благословит всех нас сегодня, потому что мы пришли почитать его, молиться ему, он великий защитник. Храмов очень много святому пророку Божией Ильи в мире, что нельзя сказать о храмах ветхозаветным праведником, и это не случайно, потому что Илья, он является и одновременно новозаветным, тоже святым. Всем вам Божье благословение на предстоящую неделю.